Ну что ж, вот мы и дожили до того дня, когда можно составлять рейтинг самых мощных подсистем. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигаретнет, и в сегодняшнем ролике я расскажу вам про самые мощные подсистемы, которые когда-либо видели мир. А перед началом ролика обязательно поставьте лайк этому видео, оставьте свой мощный комментарий, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подпишитесь на наши социальные сети, все ссылки на которые есть под видео в описании. А открывает наш топ стик от компании SMOK под названием N-FIX. Это небольшой стик, размерами ничем не отличающийся от своих конкурентов, но у него есть один небольшой плюс, который дает ему преимущество по отношению ко всем подобным стикам. Я говорю про настройку мощности. В моде есть небольшой экран и кнопка настройки, при помощи которой можно установить мощность в целых 25 Вт, что является очень крутым результатом среди самых обыкновенных стиков. Если что, у этого малыша столько же мощности, сколько и у PASITO от компании SMOK. А следующим девайсом в нашем списке будет EXIT GRIP PRO от компании Joyetech. Во-первых, девайс действительно очень красивый. Выполнен из довольно увесистого металла и существует большое число различных расцветок, среди которых вы сможете с легкостью выбрать что-то для себя. Ну а во-вторых, это очень надежный чипсет с настройкой мощности от 1 до 40 Вт, чего более чем хватит для парения на стандартных парителях, либо же на спирали в RBA базе. А третье место нашего топа занимает мой самый любимый девайс от компании SMOK, а именно NIGHT 80. Про этот мод было снято уже не одно видео, так что заходите в описание под этим роликом, все ссылки будут там. Во-первых, этот девайс работает на сменных аккумуляторах формата 18650. Во-вторых, у него огромный функционал, среди которого есть и кривые нагрева, и термоконтроль, и так далее. В-третьих, у этого мода огромное количество как сменных испарителей, так и RBA база. И даже при желании можно купить специальный переходник под обычные атомайзеры. А серебро этого топа получает девайс от ребят, которые открыли этот топ. А именно, компания SMOK и их девайс RPM 160. Это довольно большой мод, работает от двух сменных аккумуляторов 18650. Все это дело можно зарядить через порт microUSB, и становится интересно, на каких испарителях он работает. Это огромные испарители с сопротивлением в 0,15 Ом, которые способны пережить 160 Вт. Ну а первое место нашего топа занимает позик от компании Arteria, а именно Nugget. Эта подсистема способна выдавить из себя невообразимые 200 Вт. Это довольно крупный вейп, который работает от двух аккумуляторов 18650. Заряжается он при помощи порта USB-C, так что зарядка будет довольно быстрая. Не обладает никакими режимами, кроме Power, и при особом желании можно приобрести специальный переходничок и накручивать на этот девайс любой свой атомайзер, поскольку такую большую мощность парить на испарителях, ну, совсем такое себе дело. Этого мутанта можно по праву назвать самым мощным подом за всю историю вейпинга, поскольку я не знаю, насколько сильно нужно упариться, чтобы выпустить подсистему там на 3-4 аккумулятора с мощностью в 300 Вт. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть его просто монструозный картридж объемом 8 мл. Я надеюсь, что это видео понравилось вам. Меня зовут Глеб, с вами был, как всегда, Сигарет нет, и до встречи на нашем канале. Пока!